Пещеры всех людей. Вы жили там, в вашем пра-пра-пра-предке. Там жил даже неандертальский кузин вашего пращура, денисовская тетка вашей пра-пра-пра-бабки. Там, это в пещерах, в отчим доме всех людей в начале-начал. Сьерра де Атапуэрка. Самый большой, самый населенный, самый известный дом наших предков. Святая святых антропологов, заповедник сенсации археологов, культурный объект особой ценности и всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится в Испании, в районе города Бюргас. Предвестниками долгой славы пещеры стали находки, сделанные на ее территории еще в 19 веке. В 1868 году здесь началось строительство железной дороги из горного массива Сьерра де Ладеманда, где добывались руда и уголь. В этой местности должна была пролегать узкоколейка. Для ее постройки понадобилось прорубить в скалах траншею. Тогда-то и явился миру настоящий склад древних останков. Атапуэрка. Сима де Лос Уэсос. Это не дом, это могила. Ниже уровня залегания костей нет. Но более богатого на древние останки места, наверное, не найти. Более 1600 человеческих останков. По крайней мере, пока такое не обнаружено. Пещера представляет собой своего рода шахту, куда, по-видимому, сбрасывали своих покойников уже знакомые нам гидельберские люди. Привлеченные запахом разлагающихся тел, сюда же попадало зверье. Львы, рыси, лесные кошки, лисы, волки, мелкие куни и грузины. Выбраться отсюда они уже не могли. Датировка останков около 430 тысяч лет назад. Орудий по понятным причинам нет. Пещера находится поблизости от Сьерра де Ата Пуэрке. Отсюда и похожее название. Копать здесь начали давно, еще с 1976 года. Денисова пещера. Именно это уникальное место называют пещерой всех людей. Это и понятно. Здесь жили все. Неандертальцы, денисовцы и сапиенцы. Попеременно. И долго. Пещера находится в Солонишенском районе Алтайского края на берегу реки Аной. Алтай, как известно, вообще известное излюбленное место обитания древних людей. Именно здесь были найдены останки, несколько зубов и две фаланги пальцев, знаменитого денисовского человека. Здесь и больше нигде. Пока. Хотя кое-какие непонятные, не укладывающиеся ни в одну классификацию черепа нашли в соседнем Китае. Предполагают, что это как раз и могут быть останки денисовцев. Но в тех местах, где они были найдены, очень тепло. Поэтому ДНК, увы, не сохранилось. А вот из останков в Денисовой пещере ДНК как раз извлекли и выяснили, что 4,5% генов денисовцев содержится в крови коренных меланезийцев. Так что сказать доподлинно, разумеется, нельзя. Уже примерно 280 тысяч лет назад в пещере стали жить неандертальцы. Пещера Лианг-Буа. Находится на индонезийском острове Флорес. Именно здесь в 2003 году нашли останки знаменитого флюоресского человека, которого некоторые антропологи до сих пор отчаянно пытаются отнести к микроцефалам. Большинство ученых эту точку зрения не разделяет, приводя исчерпывающие доводы. Но ведь и неандертальцев тоже не признавали, называя их когда-то просто дефективными карманьонцами. Это традиционно. Интересно, что обнаруженные в этой пещере кости были не окаменелыми, а похожими скорее на мокрую промокашку или картофельное пюре. Остров-то тропический, а костям, как выяснилось, около 12 тысяч лет. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok